Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Прихожу как-то вечером в супермаркет. Настроение на нуле. Хотелось просто взять бутылку коньяка, закутаться в одеяло и весь вечер жалеть себя любимую. День выдался настолько веселым, что кирпич, который случайно может упасть на голову, уже не казался столь плохим вариантом. Или там машина, которая не заметила и не затормозила, или еще что-то там. Перебирая ненужные товары, я продолжила мысленно рассуждать, какая я несчастная. Выбрала конфеты, мандарины, чтобы Новым годом пахло, коньяк и несколько киндер-сюрпризов. Такой вот набор взрослого неудачника. Остановились у секции с хлебобулочными изделиями. Сама мучного не ем, уже лет пять. Но вдруг вспомнила детство, как бабушка пекла пироги с вишнями. А я маленькая считала минуты, когда их можно будет уже достать из печи. А затем лакомиться. И свежий чай. И бабушкины причитания, что не надо пить чай. С молоком гораздо вкуснее. А я никогда пить молока не могла. Вдруг кто-то осторожно потянул меня за рукав. Я подняла глаза и увидела девушку в темно-синем пальто. Ее светлые густые кудри были перехвачены черной лентой. «Возьмите булочку», – немного растерянно попросила она, протягивая мне под нос румяной выпечкой. «Здесь есть с яблоками, вишнями и сливами. И хлеб. Берите, пожалуйста, не стесняйтесь. Здесь все бесплатно». «Спасибо, не надо», – даже немного враждебно ответила я. «Терпеть не могу разговаривать с незнакомыми людьми. Тем более в таком настроении. Но здесь все бесплатно. Вообще все». Похоже, она еще больше растерялась. И я даже почувствовала угрызение совести. Я не знаю, какая у этой девушки история, но уже обозлилась на нее. «Спасибо большое, но я не ем мучного», – грустно улыбнулась девушка. «А что вы здесь делаете?», – спросила я. «Честно говоря, меня это совсем не интересовало. Но просто уйти я почему-то не могла. Это какая-то новая акция супермаркета?» «Нет», – покачала головой девушка. «У меня просто бабушка умерла. А я даже на похороны не успела. Живу очень далеко, на другом континенте. А меня даже не ждали, понимаете?» «Знали, что я бабушку в последний раз навещала, когда мне было девять. А потом в деревне скучно стало. Истерики маме с папой закатывала, что летом хочу в Тунис, а не в деревню. Потом выросла, все осознала, хотела навестить, даже подарки скупала. Только вот не успела. Думала, как попрощаться с ней. А потом вспомнила пирожки. Она пекла такие вкусные – с вишней и малиной. Решила угостить всех. Знакомых у меня здесь не осталось, поэтому сегодня здесь хлеб и булочки бесплатны для всех. Я взяла пирожок с вишней и, медленно разламывая теплое тесто на кусочки, вспоминала прощание со своей бабушкой. Прощание, на которое я опоздала». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.